Это издание называют историческим на Черноморском побережье. Первый номер газеты был выпущен 12 ноября 1917 года. Тогда она называлась «Сочинский пролетарий». В то время на курорте было только две газеты – пролетарская и эсеровская. Тогда же, можно сказать, и зародилось понятие «сочинская журналистика». Шло время, менялись политические и общественные взгляды, с ними менялись названия газеты и ее формат. Но главным критерием для редакции всегда были уважение к читателям и объективная подача информации. Черноморская здравница стала и основной кузницей кадров для сочинских журналистов. Больше сотни человек в разные периоды времени трудились над заполняемостью газетных колонок. Сейчас тираж газеты составляет 5000 экземпляров. Наряду с печатным изданием она есть и в интернете. В мое время подписка на эту газету была 55 тысяч экземпляров. В самые лучшие времена штат был до 50 человек. А общий штат, то, что я застала, было 100 человек в редакции газет. Сегодня их около 10 человек и они наполняют наше издание жизнью. Сочинские журналисты сегодня приняли участие в закладке аллеи. Десять сосен высадили в сквере 80-летия Краснодарского края. Символично, что мы сегодня, накануне дня города, еще делаем один подарок для наших жителей. И еще одна важная уделейная дата – это столетие нашей Черноморской здравницы, нашей старейшей газеты. Хотелось бы сказать, высказать искренние слова благодарности всем поколениям журналистов, всем поколениям руководителей, редакторов этой газеты. Такой подарок городу и редакции Черноморской здравницы в честь ее столетия преподнес Сочинский союз журналистов. Это вторая по счету аллея, посаженная руками мастеров печатного слова. Первая появилась 20 лет назад во время празднования 70-летия Черноморки рядом с мэрией. Ведь это издание пережило с городом все исторические вехи. Самая любимая газета Сочинцева. Наверное, еще и потому, что она действительно самая такая вот старая, самая уважаемая. Ей больше доверяют. Мне хочется пожелать, чтобы у Черноморки были и добрые, патриотические к Черноморке читатели, и, конечно, чтобы были спонсоры, да и рекламодатели щедрые, чтобы экономически газета была на плаву. На плаву издание, конечно, держится благодаря труду профессиональных сотрудников. Сегодня они принимали поздравления от Департамента печати Краснодарского края и властей города, получили благодарности и грамоты. А главному редактору Черноморской травницы Ирине Тодоренко глава города вручил знак признания и почет сочинцев.